Привет! В этом видео будем разбираться, что такое фокусное расстояние, на что оно влияет, какие фокусные расстояния нам следует использовать в съемке, а также поговорим, почему ты так странно выглядишь на селфи. А я Василий, давай к делу! Что такое фокусное расстояние? Фокусное расстояние – это те самые цифры, указанные на объективе в миллиметрах. Но что они означают? Если мы возьмем линейку, то как бы мы не мерили объектив, мы эти, например, 58 мм не найдем. На практике оно определяет угол обзора нашего объектива или кадрирования. Можно еще сказать по-другому, насколько объектив приближает. Но давайте поговорим на эту тему грамотнее. Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до матрицы, когда у нас объектив сфокусирован на бесконечность. Еще оптические центры объектива называют точкой фокуса. Это та точка, где сходятся все лучи, которые вошли в объектив. Но с фокусным расстоянием есть одна проблема. Оно нам ни о чем не говорит. Допустим, у объектива фокусное расстояние 25 мм. И что дальше? Что это означает? Дело в том, что фокусное расстояние – это такая гиковская тема, просто непонятная нормальному человеку. А дело здесь в следующем. Фокусное расстояние определяет угол зрения нашего объектива или угол обзора. И чем меньше фокусное расстояние, тем шире этот угол. И, конечно, было бы удобнее обозначать просто угол обзора на нашем объективе. Но так заведено, что используются фокусные расстояния. Кроме того, если вы, например, один и тот же объектив установите на камеры с разным размером сенсора, то и угол обзора будет разный. Поэтому ввели такое понятие – фокусное расстояние. Оно более универсальное, чем угол обзора. Вот давайте посмотрим на такую диаграмму. 180 градусов у нас на фокусном расстоянии 6 мм. Стандартным считается диапазон от 24 мм до 70 мм. То есть это промежуток от 60 до 32 градусов. При самом популярном фокусном расстоянии 50 мм угол обзора 46 градусов. И давайте теперь более детально посмотрим, как устроено фокусное расстояние. Тут на схеме у нас дерево, которое мы снимаем, объектив. Покажем его упрощенно в виде одной линзы. И матрица камеры. Давайте изменим фокусное расстояние. Просто отодвинем матрицу от объектива. Или объектив от матрицы. Вот мы отодвигаем. И как видим, у нас теперь матрица стала захватывать меньшую область нашего объектива. То есть у нас изменился угол зрения. Кстати, и света теперь попадает гораздо меньше в камеру. Поэтому и светосила тоже поменяется. Об этом я говорил в одном из видео про диафрагму. Посмотри по подсказке в правом верхнем углу. Будет полезно. Эквивалентное фокусное расстояние. Давайте вернемся опять к схеме. Вот значит у нас тут объектив, предмет съемки и сенсор камеры. Мы отодвинули наш сенсор дальше. Ну или отодвинули сам объектив. А что если мы вместо того, чтобы отодвигать сенсор, просто уменьшим его размер? У нас произойдет тот же самый эффект. Теперь захватываемое изображение стало меньше. И в том и в том случае у нас получился одинаковый угол обзора. И для того, чтобы убрать эту коллизию, когда у нас на разных типах сенсора получается разный угол обзора, и придумали эквивалентное фокусное расстояние. Дело в том, что фокусное расстояние, которое указывается на объективе, они пишутся для сенсора размером 36 на 24 мм. То есть для полного кадра. И допустим, если мы устанавливаем объектив, рассчитанный на полный кадр, например, 50 мм, на кропнутую камеру, то есть камеру, у которой сенсор меньше, то получается угол обзора уже. Поэтому используется такой параметр, который называется crop factor. И он показывает, во сколько диагональ сенсора меньше, чем полный кадр. Например, для популярных камер типа Panasonic, Olympus, crop factor 2. То есть это означает, что диагональ этого сенсора будет в два раза меньше, чем диагональ полного кадра. Для популярных камер типа Sony, Fujifilm, crop factor составляет 1,5. Для Canon, crop крутых камер 1,6. Допустим, crop factor нашей камеры 2. Тогда нам нужно это фокусное расстояние, допустим, 50 мм, умножить на 2. И мы получим 100 мм. То есть это означает, что на нашей кропнутой камере этот объектив 50 мм будет давать такой же угол обзора, как и объектив 100 мм на полном кадре. Зрение человека. Фотография и видеография – это наша попытка показать мир. И мы как бы ориентируемся на наше зрение, то есть как мы сами видим все, что происходит вокруг. Для того, чтобы нам правильно делать фотографии и видео, нам нужно представлять, как устроено зрение человека. Ведь по сути наши камеры и являются нашими глазами. Так, матрица камеры – это аналог нашей сетчатки, а, например, объектив – это аналог нашего глазного яблока. Как я говорил, фокусное расстояние определяет угол зрения нашего объектива. И давайте поговорим про углы обзора нашего глаза. Самое качественное и детализированное изображение наш глаз получает в пределах 3 градусов. До 20 градусов – это зона, пригодная для распознавания текста и чтения. А вот зона уже пошире, до 40 градусов, пригодная для распознавания символов. Вот как раз угол обзора 40 градусов дает нам объектив с фокусным расстоянием 58 миллиметров. Еще стоит заметить, что до 60 градусов мы можем видеть цвета. То есть вот эта вся область до 60 градусов – это та самая часть нашего зрения, которая позволяет нам рассматривать предметы мелкие, смотреть на лица людей, читать. Это примерно соответствует 37-43 миллиметров фокусного расстояния. Это очень близко к так называемому нормальному объективу. Поэтому эти фокусные расстояния от 40 до 50 миллиметров весьма популярны у фотографов. Конечно, этот угол зрения получается слишком узким и совсем не похож на то, как мы видим пространство. Зато он дает именно ту перспективу, с которой мы видим объекты, когда смотрим на них. Но это еще не все. Наш глаз может видеть гораздо шире. Дальше идет зона от 60 до 120 градусов. Это соответствует примерно от 43 миллиметров до 12 миллиметров фокусного расстояния. На этих углах обзора мы уже не видим предметы четко. Не можем читать. Эта часть нашего зрения может только видеть очертания предметов. Плохо различают цвета. Чем ближе мы подбираемся к 120 градусам, тем крупнее должен быть предмет, чтобы мы его видели. На углах обзора свыше 120 градусов, это должно быть все, что меньше 12 миллиметров фокусного расстояния, наше зрение может только фиксировать движение. Считается, что общий угол обзора нашего зрения около 220 градусов. Но на таких широких углах все, что мы можем, это лишь фиксировать какие-то резкие движения. Классификация фокусных расстояний. Давайте поговорим, какие бывают объективы, исходя из фокусных расстояний. Широкоугольные объективы. Широкоугольными объективами считается все, что меньше 35 миллиметров. Или все, что может захватывать больше 62 градусов. Этот тип фокусных расстояний отлично подходит для влогов, когда вы снимаете себя на вытянутую руку. Для путешествий, например, архитектурной съемки, чтобы показать крупные здания, улицы или большие объекты. Для интерьерной съемки, для того, чтобы одним фото или видео сразу показать все пространство комнаты. Сейчас во многие смартфоны стали устанавливать основной камерой именно широкоугольный объектив. Например, на последних айфонах основная камера имеет фокусное расстояние 26 миллиметров. Также установлен сверхширокий угол 13 миллиметров. На последних Samsung Galaxy основная камера 23 миллиметра. И сверхширокоугольная тоже 13 миллиметров. Еще широкоугольные объективы устанавливаются в экшен-камеры. И тут есть несколько преимуществ. Во-первых, вы можете снимать видео как бы от первого лица. Например, вы серфите на доске или катаетесь на сноуборде, то в поле зрения камеры попадают ваши ноги, сноуборд, руки. И тем самым вы как бы создаете такое впечатление видео от первого лица. То есть то, как вы видите своими глазами происходящее вокруг. Кроме того, такие широкоугольные объективы позволяют не париться насчет кадрирования. Даже если вы немножко криво будете направлять на себя камеру, вы все равно будете находиться близко к центру. И футажи на широкоугольные объективы очень просто стабилизировать. Конечно, многие блогеры любят широкоугольные объективы для того, чтобы снимать себя. Вы можете гулять по улице, снимать себя на вытянутую руку. И угол будет очень широкий. Вы не будете занимать в кадре слишком много места. Кроме того, при такой съемке огрехи вашей внешности не будут играть большой роли. Например, не так будут заметны акне, морщины, кривые зубы и еще что-нибудь. Для съемки влогов желательно иметь фокусное расстояние не меньше 24 мм. Иначе вам придется использовать длинную селфи-палку, чтобы отодвинуть камеру от себя подальше. Вот на 24 мм вы уже можете снимать на вытянутую руку. Еще широкоугольные объективы любят астрофотографы для того, чтобы запечатлеть крупные участки неба, чтобы сделать таймлапс и показать движение звезд. Неприятной особенностью широкоугольных объективов является сильное искажение пространства. Производители камер и объективов стараются бороться с этой проблемой, но есть вещи, которые вы не сможете никак исправить. Это, как правило, искажения по краям кадра здесь, здесь и здесь. Мне кажется, именно из-за этих искажений вы, как правило, в профессиональной съемке не увидите широкие и сверхширокие углы. Потому что сильное искажение пространства происходит. Если вы посмотрите фильмы, какие-нибудь голливудские, то там практически не используют такие объективы, либо используют для каких-нибудь особых кадров. Например, это Тарантиновский взгляд из капота или другие какие-то особые приемы. Но большинство кадров, наверное, 95-97% кадров сделаны с помощью нормальных фокусных расстояний. Это где-то 50 мм. Кроме того, широкоугольные объективы страдают падением резкости по краям. Нормальные объективы или средний фокус. К нормальному относятся объективы с фокусным расстоянием от 35 до 75 мм. Нормальными они называются, потому что дают такую же перспективу, как и наш глаз. Как я говорил, данный тип фокусных расстояний подходит для съемки портретов людей, животных, также предметной фотографии, ну и вот запечатление каких-то мелких предметов. В этот промежуток, пожалуй, входит самое популярное фокусное расстояние, это 50 мм. Но я, честно, не являюсь любителем его, потому что угол зрения слишком узкий и трудно фотографировать, нужно отходить далеко от предмета. Поэтому я предпочитаю фокусное расстояние 35 мм, которое дает умеренно широкий угол, а также позволяет фотографировать людей с расстояния, то есть брать, например, человека по пояс фотографировать или в полный рост. Ну и неприятная особенность этих фокусных расстояний, что их тяжело уже стабилизировать. Кстати, данное видео я записываю на 50 мм. Длиннофокусные объективы. Длиннофокусными называют объективы с фокусными расстояниями от 75 до 135 мм. Они подходят под разный круг задач. Это съемка портретов людей, каких-то пугливых животных с расстояния. А также в этот промежуток входит и самое популярное фокусное расстояние для макрофотографии. Большой популярностью для съемки портретов пользуется фокусное расстояние 85 мм. Как правило, они делаются светосильными f1.8, f1.4, f1.2. Если вы посмотрите на рынок, то увидите огромное количество объективов именно с этим фокусным расстоянием, что в очередной раз подтверждает его популярность. Длиннофокусные объективы я рассматривал для себя для съемки в путешествиях. Дело в том, что когда приезжаешь в какую-нибудь экзотическую страну и хочешь сфотографировать местного жителя, то при виде камеры он начинает пугаться. Да и у нас тоже в России я замечал, что при виде камеры люди какие-то испуганные, зашуганные, как будто у меня в руках автомат. И либо они начинают как-то себя неадекватно вести, поэтому удобно с помощью такого объектива встать подальше, чтобы человек нас не видел, и втихаря его фотографировать сверх длиннофокусные. На мой взгляд, у них очень небольшой спектр задач, и скорее они относятся к какой-то специализированной технике. Это опять же фотография людей с большого расстояния. Кроме того, съемка птиц, которые и по размеру сами маленькие, и очень шугливые, то есть нам придется снимать их издалека, поэтому чем больше зум, тем лучше. Я видел еще какие-то астрофотографы, снимаю даже днем Юпитер, Сатурн на эти объективы. Больше применений для таких объективов я не вижу, и сам никогда не пользовался, да и потребностей у меня никогда не возникало. Фокусное расстояние и перспектива. Давайте поговорим про перспективу. Если мы, например, снимаем селфи на широкоугольный объектив, то наше лицо выглядит очень странно и непривычно. Вот давайте я сейчас делаю фото на 16 мм. Как видите, лицо становится каким-то растянутым и очень неестественным. И в то же самое время я сделаю фото на 50 мм. Как вы видите, оно более привычно. Именно такими мы себя и видим в зеркале. И многие новички заблуждаются в том, что они связывают именно такое странное изображение лица с фокусным расстоянием. На самом деле дело здесь совсем в другом. Давайте я сейчас делаю фото на 16 мм, но отойду от камеры на то же расстояние, которое было при съемке на 50 мм. И, как мы видим, лицо выглядит нормально. Мы вот откадрировали изображение так, чтобы у нас масштаб был одинаковый, как и на 50 мм. И лицо выглядит точь-в-точь так же. Получается, что проблема искажений и проблема перспективы не связана с фокусными расстояниями, а она зависит только от расстояния до камеры, то есть или от камеры до объекта. Просто длиннофокусный объектив позволяет как бы приблизить и увеличить масштаб. Но на перспективу никак объектив не влияет. Поэтому, если ты хочешь делать красивое селфи на свою камеру, то держи ее подальше от лица. Ну и потом, например, сделав на тот же широкий угол, но с расстояния кадр, если у тебя камера позволяет, то можно просто откадрировать, то есть приблизить изображение, и вот ты будешь выглядеть уже нормально. Фокусное расстояние и боке. В прошлом видео я говорил, что влияние на размытие фона оказывает размер отверстия в нашем объективе, то есть его светосила. Но не только она. Кроме того, влияние оказывает еще и фокусное расстояние. Существует такой инвайн-симулятор боке. Будем ориентироваться по такому вот виртуальному значению. Вот здесь оно указано. Если мы при одном и том же значении диафрагмы просто поменяем фокусное расстояние, то боке вырастет. Я вот встречал такую шуточную формулу, что боке равно f фокусное расстояние поделить на значение диафрагмы. Например, 100 мм поделить на f2.8. Конечно, это все шутки, и боке зависит от множества факторов, в которых именно фокусное расстояние и наиболее важную роль играют. Чем больше у вас фокусное расстояние при прочих равных условиях, тем больше у вас боке. И, например, даже на объективы с расстоянием 85-100 мм на диафрагме 5.6 можно получать неплохое размытие. Так, ну и все, разбрались с таким важным параметром в нашей камере, как фокусное расстояние. Он, наверное, является одним из самых важных фотографий, видеографий. Вот. Ну, спасибо тебе за просмотр. Поставь лайк под этим видео, если тебе понравилось. Подписывайся на канал, и увидимся в следующих видео. Пока!